Есть, ты знаешь, такое квадратное... О, есть? Здрасьте. А, мам, мы снимаем видео, извините. Ага. Это, чей-то, чей-то, чей-то. Это, чей-то, чей-то. Чей-то, чей-то, чей-то. Острый, да? О, да, острый. Не, не острый. Не острый, да? Нормально. О, вкусно, вкусно, нормально. Вкусно? Да. На самом деле, да, вкусно. О, я просто давно не ем кимчи-чиги, потому что у меня дома нету кимчи. Покупаться надо, но мне очень ем, ходить в корейские магазины, поэтому... Доставка. А доставка? Ну, это большой суммой нужно заказывать. А ты дома готовишь, но мама готовит кимчи? Мама готовит. Готовь, и сама. Я живу одна, мама дома готовит кимчи, потом мне привозит. Насколько я знаю, у вас кимчи, у нас кимчи немножко разные, да, по вкусу? Ингредиенты тоже немножко разные, да? Да, ингредиенты разные, но у меня мама делает по-южно-корейски. А, прямо так? Сейчас, да. Ну, до этого она делала проще рецепт, там, не используется ридный соус, а никто не варит. Кстати, это, могу так сказать, ну, не прям такой супер вкусный, ну, это точно, это как прям корейский вкус, как домашний, домашний кимчи-чиги. Ну, такой вкус. Да. Да, да, да. Тут мясо тонкое, есть такое кимчи-чиги с тонким мясом, таким. Есть такое крупное мясо, да, да, да. Мне нравится, когда мелкое, тон-тонкое мясо, да, маленькие кусочки. Удобно кушать. Да. Вот это, лапша, это как крахмальная. Ну, это как стеклянная вообще. Стеклянная. В чапче другая же ведет, да? В чапче тоже такая вообще. Или такая же. Да, да, такая. Вот это. Ммм, 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 ммм. На улице, когда холодно, хорошо согревается. Да. Это как будто моя мама готовила такой вкус. А, кстати, ребята, на самом деле вкус кимчи-чиги очень сильно зависит от вкуса кимчи. Если слишком свежий кимчи, то такого вкуса не будет. Поэтому лучше, ну, дома, конечно, можно готовить. Но я думаю, лучше в ресторане просто кушать. Потому что они знают, насколько нужно оставлять в комнатной температуре. И с этим кимчи уже они готовят. Поэтому я думаю, лучше в ресторане кушать. А мне кажется, что дома тоже можно готовить. Можно, можно, конечно. Ну, если кимчи... Когда уже долго он лежит, уже заквасился, да, по-русски. Потом как раз остается много сока вот этого, перца. Кусочки как раз для кимчи-ти дела, чтобы положиться в основу бульона то, что надо. Так, теперь попробуем это чайпоком с рисом. Ну, не очень острое, это даже, могу сказать, сладкое. Ну, сладко-острое такое. Ну, да. Да. Сладкое. Можно было поостерее. Ну, как тоже вкусно. И ты знаешь, это теля чайпоком. Это как называется бульона, я до сих пор не знаю, как объяснить. Пуль мат. Пуль это огонь. Мат это вкус, да? То есть, как слухий. А, дымом или? Дымом пахнет. Какой вкус, не знаю. Аромат дыма, аромат костра. Именно такой аромат, либо такой вкус нужен. Тут уже немножко есть. Как от грейда. Средняя острота подойдет для тех, кто не привык острое есть. Вы можете тренироваться с этим джайпоком. Ну, это на самом деле для меня вообще не острое. Я тоже не очень хорошо ем острое блюдо. У меня не острое. Это очень не острое, да. Ну, вкусно. Я когда в Корею приехала два года назад, я такое острое не ела. У меня изжога была. Один или два дня первое у меня изжога была. А потом я привыкла. И все. И наоборот, теперь невозможно есть не острое. Теперь я не очень острое. Тут есть вот такое меню. Оно на корейском. Ну, его, как правило, здесь дают южнокорейцам, которые приходят. Здесь цена другая, выше, чем в этом меню. Но уже сюда включен панчан-сет. Потому что корейцы привыкли, они знают, что должен панчан-сет идти. А, допустим, русские приходят, они либо хотят конкретный панчан, им столько не надо. Либо они не знают, какой хотят и какой-то выбирают сами. Да, да, да. А корейцы привыкли, что по умолчанию идут панчан-сет, поэтому такое меню дают. Интересно. Мне тоже на самом деле лучше такое меню, потому что я обычно не так много кушаю закуски панчан. Но здесь зато дешевле намного. А, мам, мы снимаем видео, извините. А мама? Мама кимчи принесла. А мне посылали. А, нет, нет. Ребята, это кимчи? Ребята, мама нас не готова. О, запах сразу. Ого, попробуем. Кимчи. О, домашний кимчи. Все? Да. Это я еще не пробовала. Уже запах такой? Окей, окей. Ребята, это прям домашний вид. Я вообще счастлив. Мама. Скучаешь, да, в домашней еде? Я только что попробовал ваши кимчи. Очень вкусно, правда, правда. Если бы я знала, что будут съемки, конечно, я бы немножко по-другому сделала. А, по-другому? Да, на самом деле я очень много добавок делаю, но на этот раз чисто по-корейски. Это специально с рисовой мукой. Чай с саре. А, чай с саре. Чай с саре мука. Надо это варить. И потом перец, все это, чеснок. Это все отделывается потом. Дома часто готовите корейское белье? Ну, в общем-то, да. О, что больше всего вам нравится? Мне нравятся супы. Мьё кук. О, бьё кук. Мьё кук. Мьё кук. Самый любимый. Разные супы. Тэн Дян Ти Гея. Ну, мы немножко по-другому готовим, но не так, как в Корее. Потому что у нас все равно не хватает продуктов таких, какие есть в Корее. И когда начинаешь что-нибудь готовить, и вот этого не хватает, того не хватает. Вот ментай, например, сложно найти. Мельчи здесь тоже нету, да? Мельчи. 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 А, прям, да, 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 Мельчи мало. Я видел, что в Вьетнамском рынке и в Москве. А здесь нету. А здесь нету. Потом вот я очень люблю Кенни. Кенни. А где вы находите? Кенни? Ну, я привожу из Алматы. А, из Алматы. Чё? Кенни – это кунжетное место. А, да. Блин, я тоже хотел найти там. Я вообще, я живу в Москве. Ну, я хотел найти, но негде нету. Ей, это консервированные продают в корейских магазинах маленькие баночки, да. А, маринованные. Ну, их там мало, и буквально на один раз еще только. Да, да, да. Ну, просто я хочу именно свежие есть. Да, да, семьи. А у вас мама либо папа кореец? Оба. Нет, у меня и мама кореянка была, и папа кореец. У меня папа был очень образованный, он корреспондентом в газете был. И в то время мало кто умел по-корейски писать и читать. О, да. В этом году еще мало было кто владел корейским языком, тем более, что могли писать и по-английски, и по-корейски, и читать. Вот, и когда я случайно пришла в корейскую компанию, это девяностые годы, они мне дали антету заполнить, она оказалась на двух языках, на корейском, английском. Я заполнила на двух языках, и они меня сразу взяли переводчиком. А, сразу? Да, через три месяца сделали меня уже начальником отдела. Это в Узбекистане? Нет, в Алматы. Это Казахстан. Казахстан. Муйопу. Муйопу. А, муйопу. Да, я была начальником отдела. Потом, через уже полгода, меня уже сделали генеральный менеджер. На самом деле, я тоже в такой сфере сейчас работаю. Да? Ну, я занималась международным бизнесом. Да. И контракты международные в то время мало кто писал. Я писала контракты. Да, конечно. Заключала. Я и сейчас до сих пор заключаю. Занимаюсь, как бы, такой работой. Поэтому очень тесно связаны с корейскими компаниями, с крупными, с крупнейшими. Hyundai Engineering, Samsung Engineering, Pantos, Glovis. Ну, такими крупными компаниями. Да, мы много очень работали. Unica. Ну, с крупными компаниями корейскими мы очень тесно работали. Прям я чувствую, что мама так усердно жила, там, родила тебя и растила. И она работала, вот, как наша супермама. И хорошо готовить корейское блюдо, вообще. Моя супермама. Я, правда, я давно не ею кимчи. Ну, я сам не готовлю кимчи, на самом деле. Ну, это сложно, вы знаете, да? Сейчас я вам переложу. А, нет, нет. Ну, потому что я на самолете. А, нет. Я здесь вот поэтому. Пахнет будет. Не очень сильно. Нет, в самолете, если. А, в самолете, да. угу! Подписывайтесь на наш канал!